Здравствуйте, добро пожаловать. Мне очень приятно быть с вами и рассказывать о технике наложения швов. Меня зовут Чон Чюльпак, я сегодня ваш лектор. Сегодня мы будем говорить снова про швы. Я хочу поблагодарить компанию Purgo Dental Biologics за эту прекрасную возможность. Прежде чем мы начнём основную тему, я хочу кратко рассказать о предыстории, связанной с видео, которое сейчас на экране. Это не стоматологический робот, а медицинский робот, у которого четыре манипулятора, которыми можно удалённо управлять с помощью джойстиков. И как показано на видео, я работаю с джойстиками и управляю четырьмя манипуляторами с помощью ног и педалей. Несмотря на то, что я далеко от хирургического поля, но я хорошо вижу, что в нём происходит. И я всё контролирую, как показано в этом видео. Всего за 30 минут практики я научился правильно накладывать швы. В начале это выглядело довольно сложно, но буквально через 30 минут это стало моей второй натурой. Вот результат после 30 минут тренировки. В этом я считаю будущее стоматологии. Когда-нибудь мы будем управлять роботом, или даже не будем управлять, робот сам сделает операцию за нас. Но сейчас данная технология слишком дорогая, чтобы могли себе это позволить. Но лет через 10 или 20 это будет реальностью для всех. Но пока время не пришло, мы сами проводим операции и накладываем швы. Поэтому снова прошвы. Я не уверен, популярна ли группа BTS в вашей стране или нет. Но в мире BTS — группа номер один среди бойбендов. Но на самом деле, BTS означает «бангдан соняндан», но я придумал своё. BTS «back to the suture» — снова прошвы. BTS получила мировую популярность как в поп-музыке, так и в стоматологии. Итак, сегодня мы поговорим снова про швы. Я собираюсь показать вам клинический случай, выполненный моим резидентом. Он провёл несколько операций имплантации. Он сместил разрез немного язычно, но всё в порядке. И ему удалось без проблем откинуть лоскут. Это очень хорошо. Дальше импланты. Раз, два и три. Неплохо. Неплохой наклон, расстояние между ними и положение вполне приемлемое. Итак, может он готов установить формирователи Дисны? Нет. Он видит щелевидные дефекты, что его не устраивает. Возможно, я бы поставил импланты немного глубже и не делал НКР. Но он решил, что пациентке нужна НКР. Поэтому провёл аугментацию. Он использовал мембраны, множество мембран. Ну, это классика НКР, не могу жаловаться. Но проблема в том, что правильно выполненное НКР для подобных пациентов — это хорошо. Но как он наложил швы? Я собираюсь показать вам фотографию, что вы видите, глядя с экклюзионной поверхности. Это красивый шов? Я так не думаю. Расстояния неравномерные, то далеко, то близко, а некоторые узлы уже развязываются. И если вы посмотрите, как это влияет на щёчный лоскут, то увидите, что он находится поверх нёбного лоскута. Это не должно происходить. Большая, большая ошибка. Вы видите, что один лоскут находится над эпителием другого. Пациент пришёл через неделю, и вот результат. Заживление вторичным натяжением. Это некрасивое зрелище, правда? Признаки воспаления. Эксудат, эпителизация с некротизированной тканью. Даже выделяется небольшое количество гноя. Если сделать правильную повязку, подождать неделю, это две недели. Но всё равно есть покраснение, отёк, боль и эксудат. И больной не в восторге. Через три недели, вот, наконец, эпителизация. Так что, может, если мы подождём три недели, тогда мы сможем скрыть следы НКР. Если бы только мой резидент правильно наложил швы. Он ведь и имплантацию, и НКР провёл хорошо. Но только при правильной технике наложения швов пациенту не нужно было проходить через это. Вот почему наш разговор снова про швы. Я покажу вам несколько техник наложения швов, а затем завязанного узла. И будет много видео. Если вам понравятся эти видеоролики, и вы захотите посмотреть их снова, заходите на сайт backtothesuture.org. Я загрузил туда несколько видеороликов и материалы на английском и корейском языках. Поэтому, если вам интересно, если вы хотите постоянно практиковаться, пожалуйста, запомните этот веб-сайт. backtothesuture.org Почему меня так интересует техника наложения швов? Расскажу, почему я заинтересовался швами. Когда я сам был резидентом, мои старшие профессора бросали инструменты, когда заканчивали имплантацию. А потом, «Эй ты, иди сюда за шеей». И на мой взгляд, это выглядело очень круто. Так что я пообещал себе, что когда стану профессором, буду делать то же самое. Я хочу поставить импланты, закрутить формирователи, бросить инструменты и сказать, «Эй ты, иди сюда и наложи мезиально, иди стально простые узловые швы. Больше ничего». Именно так я и сделал, когда впервые стал профессором. Вот кейс. Имплантат имеет высокую первичную стабильность, костный материал не добавляли. И я попросил своих резидентов прийти сюда и сделать два шва, мезиальный и дистальный. Потом мои резиденты отправили больного домой. И через 10 дней пациент пришёл в таком виде. Я сказал «два шва», а он наложил три. И проблема в том, что формирователь Дисны имеет высоту 5 мм. Но лоскуты лежат поверх абатмента. Видно покраснение и отёк. И если я сниму шов, то лоскуты сразу же разъедутся в стороны, потому что под ними огромное мёртвое пространство. А вот работа моего резидента с правой стороны. Мёртвое пространство, некроз кератинизированной Дисны, подвижность лоскутов после снятия швов и воспаление. Так что я был действительно разочарован. Как это? Как мы можем это исправить? Просто изменив технику наложения швов. Лично мне, как парадонтологу, очень нравится кератинизированная Дисна. Поэтому, когда я устанавливаю одиночный имплантат вот так, я всегда делаю разрез язычно, перемещая кератинизированную Дисну щёчно. И, как видно на этой картинке, я его складываю, не срезаю, а именно сгибаю и фиксирую формирователем и ушиваю. Получаю таким образом больший объём некератизированной Дисны. Но когда вы накладываете простой узловой шов мезиально и дистально, это проблема. Лоскуты будут подниматься вверх по формирователям. Возникнет некроз, образуется мёртвое пространство и заживление не будет идеальным. Итак, тот же самый пациент. Я снял швы, я сменил технику наложения швов на перекрёстный. Вы видите разницу? Тот же пациент, те же имплантаты. Но другая техника наложения швов. А слева лоскут поднимается вверх и образуется мёртвое пространство. Крестообразные швы одновременно стабилизируют и придавливают ткани вниз, сохраняя объём со щёчной стороны. У швов есть вектор. Мы можем надавить вверх, можем надавить вниз, можем стабилизировать, можем оттолкнуть, а можем подтянуть ближе. В этом вся красота шва. Допустим, вы устанавливаете несколько имплантатов. На мезиальные вы ещё обращаете немного внимания, а со вторым и третьим торопитесь, пациент и так слишком долго ждёт. В итоге лоскуты лежат на формирователях десны, а мы имеем заживление вторичным натяжением и мёртвое пространство. Что ожидать? Через 10 дней некроз ткани, воспаление, и формирователей даже не найти. Но в мезиальной части хорошее заживление, верно? Может быть, вы уже готовы снять оттиски? Тогда почему дистально происходит какая-то другая реакция? Тот же пациент, тот же хирург, разница только в шве. Так что это очень важный момент. Каково определение шва? Я спросил своих студентов, и они всегда отвечают мне. О, шов — это закрытие лоскутов. Несомненно, мы должны ушить лоскуты. Но у швов есть два значения. Во-первых, накладывая шов, вы стабилизируете и закрепляете ткани в нужном месте. Во-вторых, швы позволяют прижать, сместить ткани мезиально, дистально, щёчно или язычно. Вы можете поднять лоскуты и стабилизировать их там. Делая это, что мы достигаем? Оптимальное заживление. Итак, дамы и господа, и уважаемые коллеги, это ключевой момент швов. Дело не в сведении лоскутов, а в заживлении. Хороший шов обеспечивает хорошее заживление. Мы накладываем швы для оптимального заживления. Пожалуйста, помните это. Итак, мы меняем шов. Мы устанавливаем имплантаты, направляем лоскут, избегая мёртвого пространства. Лоскуты выворачиваются вот так. А через 10 дней вы видите линии разреза? Нет. Несколько имплантатов, и та же картина. Нет мёртвого пространства. Ровный шов. 10 дней спустя. Видите линии разреза? Нет. При правильной технике наложения швов всегда будет оптимальное заживление. Итак, для наилучшего и предсказуемого заживления нужны основные принципы наложения швов. Я думаю, что вы знакомы с этими основами, поэтому я очень кратко коснусь этой темы. Игла может иметь разный изгиб, но мы рекомендуем 3 восьмых. Это идеальная игла для стоматологии. И сечение иглы. Есть несколько вариантов. Мы использовали конические и круглые, но они недостаточно острые. Вот поэтому мы начали использовать иглы с передним режущим краем. Но проблема в том, что это игла режущего типа, и она прорезает мягкие ткани. Так что прямо сейчас самая популярная игла — это с обратным режущим краем, противоположная предыдущей. Почему? Представьте, что вы проходите через два лоскута и не обращаете внимания на края лоскутов. Игла с передним режущим краем имеет тенденцию разрывать край лоскута. А игла с обратным режущим краем не даёт этому случиться. Вот почему мы используем иглу с обратным режущим краем. Диаметр иглы также важен. Biotex — шовный материал из PTFE, производства Purgo Biologics, имеют меньшее сечение, как видно на этих фотографиях. Если сравнивать с иглами других компаний, то они имеют треугольную форму. Но у Biotex что-то вроде Т-образной формы или формы Теслы. Очень-очень острой и тонкой, но прочной. Их площадь поперечного сечения почти на 70% меньше по сравнению с другими иглами. Что означает большую остроту и меньшее давление для проникновения в мягкие ткани, а также большую прочность. Так зачем выбирать громоздкие иглы? Меньшие, более острые и прочные иглы Purgo помогут вам лучше накладывать швы с меньшим повреждением тканей. Кроме того, очень важно, где держать иглу иглодержателем. Это картинка из учебника. Написано, что нельзя хвататься за кончик и не надо хвататься за основание. Захват должен быть на три четверти всей длины иглы. Почему? Объяснений нет. Это проблема обычного учебника. Я решил взяться за кончик иглы. Это фото до, а это фото сразу после. Если сжать иглу иглодержателем и сразу согнуть ее, можно нарушить остроту иглы. Поэтому, если вы продолжите использовать эту иглу, то нанесете дополнительное повреждение мягким тканям. Вот почему в учебнике не рекомендуется хвататься за кончик. А еще очень важен угол вкола. В учебнике сказано, что вы должны держать иглу всегда под углом 90 градусов. Но я не согласен. Мой фаворит 120 градусов. Это очень удобно для меня, когда я использую обратный хват. Мы вернемся к этому позже. Но в любом случае, вариации возможны по вашему усмотрению. Если взяться за основание, вы можете просто протолкнуть иглу. Если сделать обратный хват, вы можете использовать иглу как крючок, цепляете мягкие ткани и подтягиваете ближе к себе. Вы ограничены только вашей фантазией. Подумайте, как лучше использовать иглу. Допустим, у вас есть пациентка с тонким фенотипом слизистой. У нее выполнен вертикальный разрез в переднем отделе верхней челюсти. Пришло время сделать шов. Но я гарантирую вам, что если вы используете швы 3,0 или 4,0 в переднем отделе верхней челюсти, закрывая вертикальный разрез, то ткани будут рваться и рваться, пока вы не сдадитесь. Итак, как же мы можем сделать более красивую и менее травматичную технику наложения швов? Я говорю, что мы втыкаем иглу в кость, а не перпендикулярно. Двигаемся иглой по кости. Сначала введите иглу за ее основание. Просто нажмите, как при протоколе. Нажмите. Когда видите, что игла входит в мягкие ткани, отпустите ее. Затем возьмитесь за заднюю часть иглы и надавите вниз. По принципу рычага спинка опускается вниз, кончик поворачивается вверх, и, естественно, вы скользите по кости, захватывая всю мягкую ткань, причем иглу можно вытащить без разрыва. Так что это удивительная, удивительная техника, особенно в переднем отделе. Кроме того, размер иглы и шовного материала также важен. Я полагаю, что вы сейчас используете три ноля и четыре ноля, и очень немногие из вас работают пять нолей. Это обычный размер нити, который используется в общей стоматологии. Но если вы выберете размер нити на один шаг меньше, я гарантирую вам, что заживление будет в десять раз лучше. Так что если вы попытаетесь использовать четыре нуля вместо трёх нолей, лечение будет в десять раз лучше. Если вы используете пять нолей вместо трёх нолей, это на два шага меньше. Я гарантирую вам, что заживление будет в сто раз лучше. Наблюдайте за собой. Когда вы вернётесь в свою клинику в понедельник или во вторник, или в другой любой день, попробуйте использовать нить на один шаг меньшего размера, и заживление будет значительно лучше. Когда я был резидентом, я использовал три ноля. Теперь, глядя на эту фотографию, вижу, что это слишком много, слишком громоздко, я убиваю мягкие ткани. Всё относительно. Если вы перейдёте на четыре ноля, теперь три ноля будет казаться большим, а четыре ноля нормальным. Так немного безопаснее, но всё равно узел великоват. А если выбрать мультифиламент, как викрил, то и узелок может быть помельче, и нить выглядит чуть тоньше. Но всё же, четыре ноля — это четыре ноля. Всё относительно. Если вы решите использовать пять нолей, то четыре ноля покажется слишком большим. Если начать использовать шесть нолей, то пять нолей выглядит слишком большим. Если вы решите использовать семь нолей, то шесть нолей выглядит слишком большим. Так что с каждым шагом нить всё меньше и меньше, и вернуться назад вы уже не сможете. Вот это слишком разрушительно и варварски, поэтому мой любимый размер нити — это пять нолей. Но иногда я использую шесть нолей, иногда даже семь нолей, но они слишком маленькие. А иногда действительно беру восемь нолей. Вот я попытался сделать шов. Ну и ну. Это действительно ужасно. Я действительно не могу разглядеть его невооружённым глазом. Чтобы рассмотреть иглу и нить, нужно увеличение. Так что восемь нолей — это, я думаю, перебор. Но, к счастью для меня, Biotex, представляющий собой шовный материал из PTFE, производится компанией PURGO. Они сделаны из PTFE. И я не знаю почему, но они всегда выглядят немного меньше. Если вы возьмёте три ноля, то этот Biotex будет выглядеть как четыре. Я имею в виду, если вы возьмёте Biotex четыре ноля, и он будет выглядеть как три, нет, Vikryl пять нолей. Так что это на один шаг немного меньше. Итак, три ноля Biotex — это что-то вроде нейлона четыре ноля, а четыре ноля Biotex — это что-то вроде нейлона пять нолей. Поэтому вместо пяти нолей я использую четыре нуля и получаю те же результаты. Считаете ли вы заживление оптимальным? Я здесь использую Biotex. Да, это всего лишь 12 дней, линии разреза почти не осталось. Это не особый пациент, у которого всё заживает. Это обычный пациент и рутинная работа. Если вы решите использовать Biotex четыре ноля, это как нейлон пять нолей. Вы видите, что заживление может быть в десять раз лучше. Поэтому я обычно использую нить Gore-Tex, Biotex четыре ноля, и он даёт мне эквивалент нейлона пять нолей. Если вы выберете пять нолей Gore-Tex, то это будет эквивалент на шести нолям. Поверьте, вы будете поражены. Про повторное затягивание Biotex мы поговорим позже. Но это мой любимый аспект шёлковых материалов Biotex. Я парадонтолог, как я уже сказал, поэтому выполняю много свободных десновых трансплантантов, а после чего я пытаюсь его стабилизировать. Но проблема в том, что если я использую нейлон, то узел может затянуться раньше, и его невозможно затянуть дальше. Таким образом, я получаю очень свободный шов. Но Biotex даёт вам возможность повторно затягивать после того, как вы создадите хирургический узел. И если вы применяете постоянное натяжение, узел движется, а петля становится всё меньше и меньше, и даёт вам очень тугую стабильность агментанта. А через 15 дней и вот результат. Видите, как хорошо происходит соживление? Потому что была хорошая стабильность. Микрососуды не прерываются, а спустя 3 недели мы получили достаточный объём кератинизированных тканей вокруг имплантатов. Вот что мы делаем, используя шовный материал Biotex. В другом случае, устанавливая имплантаты мезиально, я вижу дефект с щёчной стороны. Итак, мы выполнили костную агментацию, наложили мембрану и ушили её. И если это эстетически значимая зона, то что мы будем использовать? Biotex. Да, он белый, и его хорошо видно, но всё же он не жёсткий. Поэтому не вызывает боли, комфортен и вызывает меньше воспалений. Поэтому даже в переднем отделе, несмотря на белый цвет, я использую Biotex 4.0, эквивалентный пяти нулям в нейлоне, и через 10-12 дней, пожалуйста, посмотрите внимательнее. Нить Biotex частично покрыта эпителием, что означает чрезвычайно благоприятное воздействие на ткани. И, пожалуйста, посмотрите внимательно. Если я аккуратно сниму шов, то произойдёт следующее. Следа не останется. Вы видите, что я имею в виду? Снимая шов, мы ожидаем небольшого кровотечения и след от сдавления мягких тканей. А вот если снять Biotex через 12 дней, то вот результат. Сразу после снятия шов никаких следов, потому что материал Biotex не нарушает кровоснабжение. Благодаря сохранению кровоснабжения воспаление в мягких тканях гораздо меньше. В этом, я думаю, и есть красота шовного материала Biotex Gore-Tex PTFE. И это ещё один случай использования пять нолей. И, пожалуйста, посмотрите внимательно на дистальный участок. Через 10 дней уже не видна линия разреза. Ожидается чрезвычайно быстрое заживление. Ладно, теперь пора перейти к иглодержателю. Да, есть много различий в инструментах и методах работы с ними. Но я хочу остановиться на основном иглодержателе, который я использую, типа Maya Hager или Krillwood. Как видите, это обычный иглодержатель. однако у него есть золотое покрытие на кольцах. Чтоб выглядел дороже? Нет. Это потому, что кончик иглодержателя покрыт вольфрамом. И это даёт большую прочность. Если мы постоянно держим иглу, щёчки не портятся и сохраняют сильный хват. И это тип Кастро Вьеха, который идеально подходит для микрохирургии. Если вы много работаете с мягкими тканями с помощью микрохирургического подхода, то это идеальный иглодержатель для вас. Он также имеет золотые кольца, что означает наличие вольфрамового покрытия на щёчках. И это очень интересный инструмент называется Ольсен Хегар. Это комбинация иглодержателя и ножниц. На кончике щёчки, как у иглодержателя, а ещё есть ножницы. Вы ушиваете и тут же отрезаете нить. Это экономит время врача и время пребывания пациента в кресле. Выбирая иглодержатели, выбирайте инструменты с технологией защиты волны. Это моя любимая деталь. В области соединения ножницы и иглодержатели не имеют острого угла. Обычно при движениях инструментов во время ушивания туда всё время попадает нить, застревает, и вы раздражаетесь, да? Фрустрация. Технология защитной волны предотвращает зажатие нити при соединении, что снижает стресс врача и уменьшает время пребывания пациента в кресле. Теперь пришло время поговорить о том, как держать иглодержатель. Когда вы начинаете играть в гольф, когда занимаетесь теннисом, первым делом ставите правильный хват. Если посмотреть в учебник, там будет показан стандартный захват, который я рекомендую своим ученикам, захват большим и безымянными пальцами. Я называю это захват штатив, поскольку большой и указательный пальцы вместе образуют как бы треногу штатив. Это обычный стандартный захват, который все используют. Однако он не идеален и довольно громоздкий. Если нужна большая сила при меньшем контроле, то можно использовать ладонный захват. Достаете пальцы из колец и кладете из треноги. А если вам нужен наоборот больший контроль, вы можете использовать захват пера. Держите инструмент как перьевую ручку. Но сегодня я предлагаю вам попрактиковаться в таком захвате. Это называется хват большим пальцем слева, а я просто называю это обратным хватом, потому что он выполняется наоборот. Вы кладете туда большой и указательный пальцы, а средний и безымянный пальцы прикладываете к стержню иглодержателя. Затем вы используете иглодержатель как меч, или вот такой маленький меч. Представьте, что вы эффектовальщик, а это открытое пространство. И я бы предложил, что вы воспользуетесь мечом вот так, потому что он открыт. Но если вы находитесь в ближнем бою, или в лифте, или в коридоре, в очень маленьком замкнутом пространстве, то определенно вам придется драться, как этот парень, переворачивая нож и рубя с другим углом наклона. Возможны разные типы движения, потому что этот обратный хват позволяет варьировать угол атаки. Я много путешествую, и я преподаю технику ушивания во многих странах. И один из профессоров, коллега из Бразилии, дала мне обратную связь, что после моего курса ее ординаторы все подхватили обратный хват и стали шить так же. Я люблю обратный хват. Ограничение обычного захвата треногой заключается в том, что он дает только одно движение. Если вы измените наклон инструмента, тут же появится напряжение в запястье, и это неудобно. А вот если работать обратным хватом, то можно свободно перемещать инструмент вверх и вниз, толкать и сгибать, вращать по и против часовой стрелки, то есть можно сделать любые движения. И в этом прелесть обратного хвата. Он идеален для ротовой полости. А также представьте, что вы накладываете шов в переднем отделе верхней челюсти. Если вы держитесь по типу треноги, ваше плечо и локоть неизбежно поднимаются вот так. Но представьте, что вы выполняете обратный хват, ваше плечо и локоть естественным образом опускаются, и вы чувствуете гораздо комфортнее, накладывая швы. Итак, это один из моих подопечных делает обратный хват. И я думаю, что это мой счастливый момент, когда я вижу резидента, выполняющую мою технику, которая называется обратным хватом. Теперь пришло время поговорить об узлах. Если вы заглянете в учебник, то увидите три типа узлов. Квадратный узел, бабушкин узел и узел хирурга. Бабушкин узел — это узел, которого не должно быть в стоматологической клинике. Итак, вам придётся выбирать между квадратным узлом и узлом хирурга. Если вы посмотрите на это изображение, то увидите, что квадратный узел — это один на один, и при натяжении размер узла становится меньше. Проблема с квадратным узлом в том, что он обеспечивает лучшее трение и даёт более надёжную петлю, однако сам хирургический узел слишком громоздкий. Я применил такое же натяжение, но если сравнить его с квадратным узлом, размер узла будет совершенно другим. А также в хирургическом узле есть зазор. Там может происходить застревание пищи и скопление зубного налёта. Это может стать проблемой. Поэтому некоторые парадонтологи не хотят делать узел хирурга, но выбирают квадратный узел, потому что он меньше и не повреждает мягкие ткани. Так что решать вам квадратный узел или узел хирурга. Есть много пациенток с несколько утолщенной щечной костью в переднем отделе верхней челюсти и они обращались ко мне для хирургического удлинения клинической коронки. Вот что я обычно делаю. Я выполняю послабляющий разрез у основания сосочка, откидываю полнослойный лоскут, затем удаляю экзостозоподобную кость и воссоздаю идеальную архитектуру альвеолярной кости, после чего накладываю швы. Какой шов вы бы сделали? Собираетесь ли вы закрывать простой шов квадратным узлом или хирургическим? Или два на два? Вам решать. Но в последнее время в эстетически значимой зоне я выбираю два на два. И как видите, узел очень свободный, нить очень длинная. Эта идея пришла из области микрохирургии. что это за шов? Это тот же два на два сейчас с минимальным натяжением. И вот результат всего через 10 дней. Как видите, нить длинная, так что узел нельзя развязать, хотя он свободный. И вы также должны уведомить пациента, что узел будет выглядеть очень свободным. И хотя кончики нити немного длиннее, в этом есть смысл. Почему? Потому что это минимизирует напряжение мягких тканей. А если аккуратно снять шов, то вот такой результат. Нет линий разреза, следов от швов и кровотечения. Это то, что мы хотим. Шов 2х2. Так что безопасность петель очень важна. Также важна безопасность узла. Таким образом вы отвечаете за безопасность в своих клиниках. Причина, по которой мы делаем узел хирурга, состоит в повышении безопасности петли. И как мы можем максимизировать безопасность этой петли? Я придумал. Это техника SNAP. Surgical Not Anti-Pulim. Антиослабляющая техника. А насчет этого pulim. Это вообще-то корейское слово, означающее расшатывание. Это хирургический узел против ослабления. Но в любом случае техника чрезвычайно простая. Я сейчас покажу. Теперь представьте, что вы накладываете узловой шов с хирургическим узлом. Вы захватываете щечный и язычный лоскут, а потом делаете на первом ряду два накида. Аккуратно разворачиваемся, чтобы сделать узел хирурга, и аккуратно заканчиваем первый ряд. А если присмотреться, если потянуть, благодаря трению натяжение держится, но как только я отпускаю, напряжение уходит. я делаю это снова, а потом отпускаю, и напряжение уходит. Всё то же самое. Теперь переходим ко второму ряду. И в результате узел крепкий. Но сама петля очень свободная. Я сделал всё возможное, но мне не удалось добиться безопасности петли. Как мы можем добиться наилучной безопасности петли? Я собираюсь показать вам, как выполнить снэп. Всё то же самое, два оборота в первом ряду, но вы делаете снэп один, два, три. Так безопасность петли увеличивается. Узел внедряется в мягкую ткань, а трение становится максимальным. А вы осторожно переходите на второй ряд, и напряжение ничуть не снижается. Вот как вы выполняете снэп. Но когда вы используете биотекс от пурга, вам не нужно об этом беспокоиться, потому что нить гортекс обеспечивает повторное затягивание. Представьте, что вы завязали этот хирургический узел с помощью биотекса. Теперь петля очень свободна, верно? Она движется вперед и слишком свободна. Но если вы прикладываете натяжение аккуратно и осторожно, узел движется по нити, и вы усиливаете натяжение. Удивительно. Возможно, дополнительное затягивание. Но возможно и обратное. Если вы ослабите его, то вы полностью потеряете шов. узел безопасность петли также исчезла, потому что эта нить очень гладкая и нужен дополнительный узел. Когда вы используете биотекс, я гарантирую, что он немного ослабнет. Поэтому когда вы используете биотекс, всегда делайте квадратный узел или узел хирурга. Не имея значения, но делайте дополнительный узел. Делая это, вы уменьшаете вероятность ослабления. Повторное затягивание возможно с помощью биотекс, но при этом вам также придется добавить один дополнительный узел. Теперь это основной момент нашей лекции. Я собираюсь показать вам несколько методов наложения швов, начиная с простого узлового шва. Хорошо. Простой шов вкол от щечного лоскута к язычному, а затем узел. Он не случайно называется простой узловой шов. Он очень прост. Но тут надо кое-что помнить. Если вы захватите и щечный и язычный лоскут сразу, вы получите V-образную форму, а нам это не нужно. Не необходимо разбить шов на отдельные движения с вколом и выколом на 90 градусов. Выполняя вход и выход под углом 90 градусов, вы создаете U-образную форму. Внутри шва много мягких тканей. Итак, теперь вы получаете вывернутые лоскуты. Но если вы задействуете слишком мало мягких тканей, то лоскут будет подворачиваться. Меньше тканей. Что это меняет? Представьте, снаружи эпителий, под ним соединительная ткань. Если лоскуты вывернуты наружу, соединительная ткань лоскутов сразу же соединяется. Но эпителий и эпителий, которые лежат вместе, не будут срастаться. Представьте, что вы прикладываете ладонь ко лбу и держите ее там неделю. Если попытаться убрать ладонь, она оторвется? Да, конечно. Эпителий и эпителий не срастаются. Но если я удалю эпителий здесь и здесь, потом приложу сюда свою ладонь и подожду одну неделю, то через неделю руку от головы не оторвать. Почему? Соединительная ткань и соединительная ткань тут же срастаются. Именно поэтому нам нужны вот такие вывернутые лоскуты. После имплантации парадонтальной хирургии лоскут должен быть вывернут вот так. Если вы можете сделать это своим швом, это будет идеально. Если не получилось сделать это сразу, то после ушивания возьмите кюретку и парадонтальный зонд. Пройдите вдоль разреза и попытайтесь вывернуть лоскуты. Тогда у вас может быть лучшее заживление. Я собираюсь показать вам видео узловых швов. Здесь вы начинаете с щечной стороны. Это выглядит как одно движение, но на самом деле оно разбито. 90 градусов и еще 90 градусов, а затем вы выходите и создаете хирургический узел. Квадратный узел не имеет значения какой. Если он не бабушкин, то уже хорошо. Таким образом мы сделали хирургический узел. Два оборота в первом ряду, а затем еще один оборот. Дальше шов восьмерка. мне не очень нравится этот шов. При имплантации я вообще его не делаю. Только по некоторым показаниям. Каким? При высоких костных пиках я не могу свободно войти и свободно выйти с язычной стороны. Поэтому я переворачиваю иглу и возвращаюсь с лингвальной на букальную. Это причина. Если вы посмотрите на этот изгиб, то увидите цифру восемь. Это называется шов в виде восьмерки. При имплантации костные пики обычно более пологие и нет проблем с выполнением узловых швов. А между естественными зубами, вкол со щечной стороны и сразу выкол с язычной это невозможно. Почему? Из-за того, что костный пик слишком высокий. В этой ситуации после щечного лоскута вы разворачиваете иглу и захватываете язычный лоскут, выходя со щечной стороны. Таким образом, вы получили шов в виде восьмерки. Как я уже говорил, я его делаю, но он мне не нравится. Вы вводите со щечной стороны, переворачиваете иглу, вы проходите с язычной стороны к щечной. Почему не нравится? Как вы видите на этой фотографии, нить между лоскутами мешает заживлению. Инородное тело между лоскутами это непорядок. Вот почему я действительно не использую восьмерку в имплантации. Но в области зубов мне иногда приходится делать шов в виде восьмерки. А еще один остаток шва восьмерка в том, что за 10-14 дней нить покрывается налетом и остатками пищи. Возникает биопленка. И когда вы снимете шов, этот грязный участок протягивается под лоскутом. И мне очень не нравится, когда это происходит. Вот почему я не люблю восьмерку. Мой любимый шов матрасный. Матрасный шов называется так потому, что он действительно использовался при производстве матрасов много лет назад. Там была такая же ситуация, как у нас. У них было два слоя ткани по краю соединенными простыми узловыми швами. Внутрь запихивали наполнитель. А потом раз из-за натяжения разрывается край. И еще это большая проблема. Задумались, почему это происходит? Узловой шов имеет две точки входа и выхода. Натяжение распределяется по этим двум точкам пополам. Почему бы нам не увеличить число точек до четырех? Две на щечной и две на язычной поверхности. Так и получился матрасный шов. Теперь мы распределили натяжение и свели к минимуму разрыв или расхождение краев. А еще этот матрасный шов позволяет задавать вектор. В начале лекции я сказал, что шов имеет вектор. Вы можете придавливать, вы можете тянуть вверх, вы можете тянуть назад, вы можете тянуть вперед, вы можете делать все, что хотите, потому что шов и веет вектор. И матрасный шов служит именно для этого. Матрасный шов имеет два варианта горизонтальный шов. сегодняшней лекции я не буду слишком углубляться в вертикальный шов, потому что это просто ротация горизонтального шва. Так что я не буду описывать все вертикальные варианты, а сосредоточусь на горизонтальных швах. В свою очередь горизонтальный шов может быть внутренним и внешним. Начнём с номера 1. Горизонтальный внутренний матрасный шов. Хорошо. Что он делает? Давайте посмотрим на схему. Представьте, что этот аспект щёчный, а этот аспект язычный. Хорошо. Вы начинайте с щёчного, переходите к язычному и переворачиваете иглу с язычного на щёчный. Итак, это горизонтальный внутренний матрасный шов. Где нить? Она под линией разреза. О, они внутри линии разреза. Вот почему он называется внутренним матрасным швом. Горизонтальный внутренний матрасный шов. Как бы вы ни старались, используя свои бицепсы и трицепсы, какие бы мышцы вы не использовали, лоскуты будут выворачиваться, выворачиваться и выворачиваться, как руки в молитве. Итак, когда мы используем этот шов? Если вы сделали имплантат и НКР своей свекрови, тесте или другому важному человеку, что вы будете делать, когда вернетесь домой? молитвы? вы молитесь? Боже, пожалуйста, пусть он заживет легко без осложнений. Это момент валитвы, когда лоскуты выворачиваются, как молящиеся руки. Это горизонтальный внутренний матрасный шов. Давайте посмотрим на видео, как это делается. Делайте вкол со щечной стороны, выкол с язычной стороны, переворачивайте иглу, вкол с язычной стороны и затем выкол с щечной стороны. Расстояние между двумя нитями составляет от 3 до 5 мм. Дальше вы делаете узел хирурга или квадратный узел, это не имеет значения. Но прежде чем завязать узел, попробуйте немного натянуть его. Попробуйте применить натяжение и вы увидите, что мягкие ткани зажаты, вывернуты вверх и вы максимизируете сопоставление соединительной ткани обоих лоскутов. Вот почему потенциал заживления горизонтального внутреннего матрасного шва так высок. в В этом случае нить находится немного ближе к линии разреза. А если далеко, тогда он называется матрасным швом для сведения оснований лоскутов и для фиксации мембраны. Но это все тот же горизонтальный внутренний матрасный шов, но поскольку вы находитесь так далеко от линии разреза, векторы максимальны. Представьте, что вы на уроке физики. Есть система блоков подвижных и неподвижных. Представьте, что это щечный лоскут, а это язычный, а это костный графт, имплантат и мембрана. Они не двигаются, а лоскуты подвижны. Прикладываем натяжение. Мы тянем лоскуты вверх и естественно эти блоки поднимаются, а неподвижные остаются. Получается, что на фиксированный блок, который на самом деле является мембраной, будет оказываться большее давление. Вот почему он называется мембрана удерживающим швом. Лоскуты обеспечивают натяжение, и две нити прочно стабилизируют и приживают мембрану и костный материал. И затем, после наложения базового шва, что вы делаете? По линии разреза накладываем швы с минимальным натяжением и всё. Всё напряжение и давление, исходящее от отёка тканей, уходит в базовый шов матрасный, удерживающий мембрану. По линии разреза нет никакого напряжения. Вот почему не происходит расхождение краёв раны. Этот базовый матрасный шов может быть очень полезен при вертикальной аугментации, горизонтальной аугментации, при использовании титановых сёток и так далее. Внутренний матрасный шов можно использовать для НКР, верно? Иногда приходилось подтягивать лоскуты, а иногда приходилось и обратно прижимать. Как мы можем сделать это? Давайте посмотрим на схему. Скажем, это щёчный, а это язычный. Вы начинайте с щёчного, но не переходите к язычному. Вкол в щёчный, выкол из щёчного. Вкол в язычный, выкол из язычного. А если завязать узел, то где нить? Все нити находятся поверх линии разреза. Они снаружи. Снаружи. Горизонтальный наружный матрасный шов и создаёт давление. Он прижимает лоскуты. В общей медицине есть медицинский степлер. После операции они швы не накладывают. Достают степлер и начинают бум-бум-бум и готово. И что они делают, так это прижимают и стабилизируют лоскуты. И как и медицинские степлеры, эти горизонтальные внешние матрасные швы создают один вектор. Позвольте мне показать, как это делается. Мы начинаем с щёчного, но не переходим к язычному лоскуту, оставаясь щёчно. Я называю это движением галочка, точно так же, как на кроссовках Найки. Я ставлю галочку на щёчном лоскуте, а затем снова язычный лоскут в другом движении. Начинаем от дистального к мезиальному, а затем мезиально-дистально в противоположном направлении. Запомните, в обратном направлении дистально-мезиально, мезиально-дистально или мезиально-дистально, дистально-мезиально. Два разных направления. И тогда, если мы наложим шов, вы увидите, что эта часть находится сверху. Мы не выгибаем, а прижимаем область шва. Таким образом, относительно эта область кажется выдвинутой вверх. Но то, что они делают, это швы действительно сильно давит. Это очень хорошая техника наложения швов для прижатия лоскутов. Но я не использую её. Я не использую её вообще. Почему? В клинических условиях не используется. Нам вообще не нужно использовать эту технику наложения швов. Зачем мне давить вниз в двух местах? Скорее я захочу надавить в одном месте после процедуры удлинения коронки. Я хочу нажать на одну единственную точку, чтобы десна не поднималась вверх по краю. Я не хочу, чтобы эта дистальная часть поднималась поверх вторых маляров. швов. Я этого не хочу. И центр креста придавливается максимально, давая высокую стабилизацию в период заживления. Движение. Посмотрите на схему. Мизиальный-дистальный. От мизиального к дистальному. В одном направлении. Так легче запомнить. Два легких движения в одном и том же направлении, щёчно-язычном. Вы получаете шов крест-накрест, оказывая нажатие в одной точке. Какое клиническое значение это имеет? Когда мы можем это использовать? Как парадонтологу мне нравится кератинизированная десна. Я не хочу её напрасно отрезать. Поэтому, когда у меня есть пациент с большим количеством кератинизированной десны, я применяю технику Палачи. Я формирую лоскут на ножке, затем ротирую его и стабилизирую между имплантатами. Как можно шить? Я верю, что из нового опыта вы уже догадались. Эти дряблые ткани имеют большую протяжённость. Их невозможно поймать. Вы можете попробовать выполнить простые узловые швы, но это почти невозможно. В такой ситуации я бы использовал крестообразный шов. Стабилизируйте его вот так. Мезиально-дистальный, мезиально-дистальный шов. Вот именно, стабилизируйте его максимально. Я очень хочу, чтобы вы попробовали этот перекрёстный шов в своей клинике. Теперь позвольте мне показать вам, как это делается. Крестообразный шов можно выполнить движением галочка. Но в этом видео я разбил его на части. Если вы только начинаете, вам может быть сложно выполнять это движение. Поэтому совершенно нормально разбить его на небольшие отдельные движения. Сначала захватите щёчный лоскут, затем выкол на щёчном лоскуте, дальше вкол в язычный лоскут и выкол из язычного лоскута. Всего четыре движения. Когда у вас будет опыт, тогда вы сможете делать это за одно большое движение. В любом случае, пожалуйста, запомните, что это одно и то же направление. Мизиально-дистальное, затем снова мизиально-дистальное. Если вы сделали наоборот, дистомизиально, то снова повторите дистомизиально. То же направление, два взмаха и нити пересекутся. Натяните, этот крестик будет прижимать лоскуты и стабилизировать мягкие ткани в период заживления. Это перекрёстный шов. Этот шов выглядит точно так же, как крестообразный шов, но вектор совершенно другой. Это называется постэкстракционным швом или экс-швом. Почему я и вам показываю, пожалуйста, прекратите его делать. Он вреден для кератинизированных тканей. Почему? Инстинктивно мы его делаем поверх лунки удалённого зуба. Вы видите дырку, хотите её закрыть. Что вы делаете? Вы начинаете с щёчного лоскута, дальше язычный, снова щёчный и язычный. На самом деле это как два шва, верно? Два простых узловых шва. Поэтому, естественно, вы пытаетесь это делать. Теоретически это создаёт сильный щёчный язычный вектор, идеальный для сведения лоскутов. Но в клинической ситуации вы теряете так много кератинизированной ткани, что оно этого не стоит. Хочу показать вам, как это делается. В этом видео вы увидите, что игла вводится из щёчного, выходящего из язычного, а затем снова щёчно-язычного, шва, то есть двумя узловыми швами, непрерывным способом. Это X-образный шов. Пожалуйста, прекратите его использовать. Почему? Щёчно-язычное сжатие слишком велико, и эта техника наложения швов не даёт никаких клинических преимуществ. Вместо X-образного шва я хочу, чтобы вы начали накладывать скрытый X-образный шов. Вот клинический случай. Резец данного пациента нуждается в удалении по эндопарадонтальным показаниям. После удаления образовался дефект щёчной кости. Мне пришлось провести операцию консервации альвеолярного гребня. Я уложил костный материал, закрыл его мембраной, и поверх этого я хотел закрыть всё швом. Естественно, я наложил X-образный шов, щёчно-язычное, щёчно-язычное, а затем узел. Вначале я думал, что этот крестик защищает лунку. Считал его просто фантастическим швом. Но спустя годы и годы, когда я вижу эту клиническую картину, я кое-что понимаю. Заметили? Щёчно-язычная усадка, щёчно-язычная усадка. Этот X-образный шов создаёт горизонтальный вектор сокращения в щёчно-язычном направлении, без давления по вертикали, только по горизонтали. Так что если бы я не наложил шов, у меня было бы вот столько тканей щёчно. Но сразу после наложения швов я теряю этот объём. Поэтому я поменял шов. Операция та же, тот же костный трансплант, та же мембрана, но другой шов. Вместо этих 1, 2, 3, 4 я изменил направление. Это косой путь щёчно-язычный и щёчно-язычный. Благодаря этому метка X больше не снаружи, а внутри. И на самом деле лучше защищает мембрану, и нет щёчно-язычного сжатия. Скорее будет мезиально-дистальное сокращение, но из-за зуба оно нивелируется. Таким образом, щёчно-язычная усадка отсутствует, и это называется скрытый X-образный шов. Когда мы можем его использовать? После удаления, через неделю, ко мне в клинику пришла пациентка. «Эй, док, мне удалили маляр в какой-то клинике, и сказали, что я должен установить имплантат. И ещё сказали, что дополнительно нужна сложная процедура синус-синус лифтинга. Я всего этого не хочу делать. Вы можете помочь мне?» Я ему. «Слушай, прошла всего 1 неделя. Мы можем провести немедленную агментацию, но вот прямо сейчас. Так что мы тогда сделали консервацию альвеолярного гребня, выполнили кюретаж, а добавили много костного материала и закрыли коллагеновой мембраной. А сверху скрытый X-образный шов. А после шва вот такой результат. Хорошая агментация в области лунки. О да! Вы могли бы выполнить здесь финус-синус лифтинг, но ни я, ни пациент не хотели этого делать. Итак, 4 месяца спустя, используя навигацию и цифровой хирургический шаблон, мы устанавливаем имплантат безлоскутно. И вот результат. Я недопрепарировал ложи имплантата для достижения большей первичной стабильности. И через год хороший уровень краевых костей, высокая первичная и вторичная стабильность и отсутствие воспаления. Пока что пациент очень доволен, потому что процедура костной пластики была такой простой. Так что вместо того, чтобы накладывать X-образный шов, пожалуйста, пожалуйста, начните использовать этот скрытый X-шов. Если вы все же еще скептически относитесь к преимуществам этого скрытого, поищите в Google или на YouTube шов Hidden X. Есть исследования и есть видео, сделанные мной. Теперь наконец-то моя любимая техника наложения швов. Я много путешествую. Я читаю лекции в Китае, Индии, Малайзии, Венгрии, Италии и везде. Я показываю эту технику наложения швов и реакция одна. Да, такая же реакция. Почему? Почему нас не учили этому в институте? Моя любимая методика, от которой люди сходят с ума. Помните, на внутреннем матрасном я рассказывал, что лоскуты передвигаются за счет опоры на мембрану и кость? Что нужно, чтобы соединительные ткани соприкасались для лучшего заживления. Но в клинической ситуации вы же не отправите пациента домой вот так, с открытым пространством на линии разреза. Я так не думаю. Поэтому вы накладываете дополнительные узловые швы. Дополнительные швы — это лишняя трата времени и шовного материала. Можем ли мы сочетать этот внутренний матрасный шов с простыми узловыми швами? И ответ дает профессор Лорел из Швеции — модифицированный шов Лорелла. Вы выполняете внутренний матрасный шов, но перед закрытием вы пропускаете иглу через петлю, а затем завязываете. При этом получается внутренний матрасный шов и дополнительная петля, закрывающая линия разреза. Итак, два шва, два эффекта в одном шве. Я собираюсь показать вам, как это делается на видео. Делаете вкол со щёчной стороны, а выходите с язычной. На расстоянии трёх или четырёх, трёх или пяти миллиметров делаете вкол с язычной стороны, а затем выходите с щёчной стороны. Теперь это горизонтальный внутренний матрасный шов, шов, но остановитесь, не затягивайте узел. С язычной стороны сделайте петлю, пропустите иглу через петлю и только затем затяните. Как классический внутренний матрасный шов — этот шововыворачивающий лоскуты. Но в то же время петля создаёт закрытие по линии разреза. Итак, это модифицированный шов Лорелла. И на самом деле это мой любимый шов до сих пор. Когда я выполняю обширную НКР, я всегда накладываю модифицированный шов Лорелла посередине. Если это действительно важно, я накладываю два, а то и три модифицированных шва Лорелла. Они всегда дают мне оптимальное заживление без осложнений. И небольшой совет от меня. Когда делаете вкол с щёчной стороны, а затем переворачиваете иглу с язычной стороны на щёчную, просто остановитесь, не вынимая иглу. Проденьте иглодержатель через петлю, возьмите иглу и потяните её назад. Для этого вы выполняете модифицированный шов Лорелла одним движением. Подобных клинических фишечек несколько миллионов. Конечно, я не мог показать вам все мои клинические хитрости из-за ограниченного времени. Но всё же я хочу донести до вас важную мысль. Чтобы быть успешным, не нужно делать экстраординарные вещи. Достаточно делать обычные вещи необычайно хорошо. То есть специального волшебного шва нет, если сделать узловой шов очень хорошо, и это будет лучший шов. Но, тем не менее, есть несколько тысяч, миллионов хороших методов наложения швов. Так что не закрывайтесь, учитесь, и тогда заживление у ваших пациентов станет ещё лучше. Всё видео, которое я показал вам сегодня, загружены на backtothefuture.org. Пожалуйста, посетите этот сайт. И на этом я хотел бы завершить свою лекцию снова про швы. Я хочу поблагодарить вас. Мне очень приятно было читать эту лекцию. И я надеюсь увидеть вас снова лично или где-то онлайн. Большое спасибо. So, thank you, Dr. Jungchul Park, for the fascinating lecture on suture techniques. On behalf of the audience, I would like to say thank you to both of the guest speakers. And on that note, we will end the 2022 PERGO REGEN global webinar. Thank you very much, everyone, who has stayed with us for the whole webinar. And until next time, goodbye.